Девочки, всем привет! Я злая, как 100 бизонов, честное слово. Брови у меня не покрашены. А почему? Я такая сейчас стала, сходила в душ, позавтракала, говорю, сейчас брови покрашу, перед девочками выйду. Ну, хоть не баловолкой буду выглядеть, ну, что вечером сказал, покрашу. Девочки, краски нет. Вернее, краска есть, но я её не могу найти. И у неё одно единственное место всю жизнь было, что в старой квартире, что здесь, там, где у меня порошки стоят, там и она стоит. Всегда. У меня другого места просто нет. То есть меня в любое время разбуди, я её всегда найду. Она у меня не закончилась. Это точно, потому что у меня были остатки другой, ну, такой же, только старый, я их в итоге выбросила. И вот эта вот была практически, ну, больше половины. Я сейчас всё перевернула, девчонки, вот просто всё. Я и в холодильнике посмотрела, я и в продуктах посмотрела, на стеллаже, мало ли я помню, когда я красила, то есть я этот момент сам помню. Я просто всё перевернула. Я злая. Всем дала задания. Главное, что я им здесь сказала убираться быстро. И сама же их выставила. Говорю, ну, проветрить душно здесь. Девочки, я прямо не могу. Понимаете? И мне вроде бы купить, с одной стороны, но без акции я не хочу её покупать. Но я знаю, что она есть. Тогда я начну новой пользоваться. Я знаю себя. И, в общем, я не знаю, где мне её ещё искать. Я даже шкафчик это отодвинула в ванной, где он, ну, вот шкаф, где у нас там всё-всё стоит, да, я его думала, ли я положила сверху как-то, но я этого не могла сделать априори. Ладно, что хотела сказать. Во-первых, спасибо большое, кто оценил кухню нашу, мою малышечку, мою красавицу. Да, красивая кухня. О вкусах не спорят. Я же говорю, многие-многие бы и не заказали себе такую. Я говорила по этому поводу. Но здесь дело вкуса. Но внешне она, в общем, красивая. То есть, все, кто видел, все сказали, что она красивая. Конечно, не заказали бы многие себе такое. Но, короче, ладно. Что ещё хотела сказать? А, ответить на комментарии на некоторые. Потому что я вот прочитала, Марина С. пишет. Я в очередной раз пишу. Ну, я, типа, намеренно не отвечаю. Ну, что это такое. Смысл в том, что у Арсения с дерматитом. Марин, я честно, я видела ваши комментарии и собиралась ответить во влоге. Но всё время забывала. Потому что, в общем, всё хорошо. Ничего нет. Всё хорошо. Ну, в плане, он чистый. Но его сыпят иногда на киткат. Проверяли много раз. Вот он чистый-чистый. Попросит киткат. Я такая вроде нет-нет-нет. А потом думаю, ну, ещё раз, пока чисто проверю, да. Сыпит мелкой сыпью. И бывают какие-то чуть побольше. Через какое-то время оно проходит. Если вот, ну, как бы он этот аллерген. И опять приходится давать антигистамины, да, получается. Да? Препараты. Ну, супрастин там. Это я супрастин в общем называю. Так у нас есть и зодок, и зертек, и ещё что-то. Ну, по мере того, что есть в аптеке. У нас у магнита аптека дурацкая. Вообще ничего нет, девочки. Вот я спрей дыши спросила, пришла. Нет. Инголипт? Нет. Ну, блин, а что есть? И пошли через дорогу, там всегда всё есть. И подешевле. Вот. Так что? На попкорн сыпет его. И Федю тоже. На попкорн именно. Помните, даже в кино ходили. Мы пиццу ели. Ну, пиццу-то они простую ели, пробовали, да. Так что они себе заказали. Ну, мы ели попкорн, тоже обсыпала. Обсыпала, это не значит, но вы же видите, что щёки у него красные, видимо, всю жизнь будут. Потому что это фолликулярное что-то. У меня у подружки так, у приятеля так, и вот части вот этих рук. Ну, от этого никуда не деться. Вот. Ну, и вот Федю на попкорн тоже. Потом как-то купили в пятёрочке готовый попкорн, который надо было в микроволновке сделать. Я не хотела, но думаю, ладно, проверим. Убедилась в очередной раз. На киндер иногда тоже. Но это крайне редко вообще покупаем. Я даже не помню. Вот кто помнит, когда я показывала киндер, вот тогда они ели последний раз киндер. Не знаю, потому что я знаю, что щит сыпет. Вот. Ну, как бы вот. Вот. В саду он ест практически всё, кроме борща. Ну, я даю ему борщ. Я варю, и он дома ест борщ. В саду не даёт воспитательница. Мы же как бы заведующие. Заведующий отдельно нет, не готовит ничего. Просто мы договорились белый хлеб давать по минимуму во время завтрака давать. Дальше желательно не давать. Но потом я уже всё это исключила. Говорю, пусть ест всё. Но всё равно воспитательница говорит. Но Арсений говорит, мне кажется, Арсений просто сам не хочет этот борщ есть. Не этот, не садиковский. Он и дома начинает выпендриваться, но дома есть приходится. А в саду-то ещё второе есть. А у нас дома в обед только первое. Потому что они ещё могут чай попить. Ну, как бы вот так вот. Вот. Едят в основном всё. Ну, вот чтобы сказать, что ничего. Дома я тоже практически всё ест. Что-то просто не любит, не ест. Вот. И насчёт псориаза. Я всё равно не согласна с тем, что это псориаз, когда ставили. Почему? Потому что вот когда вот это что-то возникает, да, не что-то, а дерматит. Всё, что у нас есть мази от псориаза, ничего не помогает. А вот эта вот мазь. Вот помните, я её уже показывала. Её было мало. Я потом купила заново. Потому что она всегда была. Комфодерм. При атопическом дерматите. Вот она за два дня всё снимает. А лакоид. Что-то там ещё. Вообще только хуже становится. Даже не то, что хуже. Но ощущение, как будто бы и ничем не мажешь. От увлажняющего крема и то лучше становится. Это же чешется. То есть какая-то, допустим, болячка возникает, она начинает чесаться. Соответственно, надо вот это вот. Я говорю, на второй день вообще всё гладко. Она просто исчезает. С четырёх месяцев можно применять. Ну, как бы вот. Мне больше сказать нечего. Потому что иногда он вообще идеально чистый. Иногда что-то вылезает. Ну, и у Феди вылезает. Вот тоже на руках. Вот тут даже. И щёки. На что? Непонятно. Но я думаю, что какая-нибудь химозина ещё вот эта вот, типа, кислые мармеладки какие-нибудь. Ну, прямо просят. И я знаю, что, блин, результат какой будет. Ну, что? Время такое. Мы же ходим в магазины. Стараюсь по возможности их не брать. Но как-то так. Так, потом девушка мне написала по поводу вот этого вот контейнера. Какая у него высота. Ну, во-первых, на сайте в Икеа всегда есть размеры. Ну, раз у меня он не открыт. Вот здесь есть 16 сантиметров у него длина. Высота 13 и глубина 9. Вот отвечаю. Пока просто помню свежий комментарий. Ну, в принципе, могла бы и померить. Но просто здесь всё это указано. Не вижу, где. Я просто до этого посмотрела. А, вот. Вот размеры. Очень хороший контейнер. И меня, помню, девушка спрашивала... Простите, девчонки, поимённо. Просто могу запутаться и не буду поимённо обращаться. Насчёт нашего пола, кварцвинил у нас. Цвет. Я перевернула сейчас всё. Я сейчас покажу саму упаковку, потому что она кверх ногами лежала. Я её перевернула. Покажу её. А вот цвет сам... Там только код. Вот я сфотографировала, чтобы показать, какой цвет. Может быть, как-то вы увидите, если вам понравилось это. Потому что я не помню название цвета. Точнее, если мне вот так на слух говорить, я его вспомню. Но Grand Securia коллекция. То есть, там можно цвета выбрать. Лучше, конечно, жильём выбирать. Потому что, когда смотришь в интернете, это сложно сделать. А жильём как бы нормально. Вот смотрю, блин, девчонки по сторонам офигевают. У меня прям аж вообще... А потому что нет мест хранения. Нет организации, нет мест хранения. Стоит эта коробка от духового шкафа. И вообще... Вчера Лёша ездил в Fixed Price. Купил краски. Чё ещё попросила? Порошок стиральный. Он мне Ариэль купил. И за 150 рублей. Полтора килограмма, да. И знаете, что купил? Купил зефир вдохновением. Я такая вся думаю. Сейчас я как чайку попью, так вкусно будет, девочки. Вкусно! В принципе, было вкусно. Ну, на любителя. Ну, в общем, нормально. Я вынимаю, вынимаю, вынимаю изо рта что-то. Говорю, что за пакет? А он с апельсином. Корочки апельсина внутри зефира. Вот эта белая шкурка апельсиновая. Она же скручивается. Она такая прямо резиновая. Я, значит, одна пила чай. Как раз вот на комментарии отвечала. Спрашиваю Лёшу. Потом, когда зашёл на кухню, я говорю, блин, нос чешется. Вообще, мне кажется, от крема. Вот сколько раз не замечаю. Как только лицо крема поможет, начинает нос чесаться. Говорю, тебе зефир понравился? Он говорит, понравился. Очень понравился. Ну, он любит такое. И он сильно сладкий, приторный прямо для меня. Кто? Федя не стал есть, откусил и всё. Арсений вроде бы съел. Хотя он такие вещи не любит. Ну, или наоборот это было. Слушайте, девочки. Не помню. Очень понравился. Я говорю, что там за кусочки этого апельсина? Они же вообще, они просто портят всё настроение, когда ешат зефир. Говорят, не, мне прям хорошо. Вообще, как типа цукаты. Не знаю, девочки. В общем, пойдёмте, покажу название кварцвинила. Всё разворотило. Всё, стопочка лежала. Вот смотрите. Вот это вот коллекция. Альпинфлюр. Вот, Альпинфлюр. Это название. Ну, вот какие-то характеристики. И как-то так. И вот такой вот зефир. Это, видимо, новинка какая-то. Я не знаю. Лёша захотел вот такой. Ну, я говорю, он сильно такой приторный. Но в общем, нормально. Шоколадки вдохновения, кстати, мне тоже не очень нравятся. Кто-то их безумно любит. Привет, девочки. А это мартышка спит. Ириска, мартышка. Ирис. Понятно. Понимаете. Показываю вам, девочки, как обстоят дела в этой комнате. Кровати они сами как бы застелили немножко. Ну, а я уж поправила. Думаю, сейчас покрывала. Покрывала вот где-то вот здесь вот. Вообще они на кроватях днём не сидят. Практически никогда. Вот сейчас здесь приходил Федя, прилёг с телефоном. А так вообще никогда не сидят. Сидят на нашей кровати. Сидят вот в этих креслах. Сидят на своих стульях. Вот они рисовали сегодня. Федя, угадайте, кто это? Ну, как думаете? Заяц. Ну, это природа, это заяц. И заяц, то ли у него голова отвалилась, он покатился, то ли что-то. В общем, это заяц. Арсений здесь нарисовал. Не помню, что это, а это вот он мне нарисовал. Вчера ругалась девочке. Ну, это ещё более-менее порядок. Перед сном они тут немножко прибрались. Я говорю, Федь, куда ты вот это вот кладёшь? Это в мусорку надо. Говорю, что ты бардак устраиваешь? Это Арсений. Он говорит, что сразу Арсений. Вот такие вот краски он купил тому и другому. А я говорю, Арсений, в своём ящике убирайся, к нему не лезь. Что там на полу? Бумажка. Я говорю, ага. Он говорит, у меня не бардак. Это у него бардак. И вот, девочки... Господи, ключ какой. Ну, у Арсения всё нормально. Главное, дом, часы, карты. Ну, в общем, нормально. Не, он порядок-то поддерживает. Надо закрыть, а то скажешь, что лазила. Стол. Вот этот. Хочу сдвинуть вон туда. Вообще бы не сдвинуть, а вот там корзина... Вот эти подушки, они на этих креслах лежат. Обычно на одном и на втором. Вот эту корзину бы вот так в угол, да? И стол подвинуть вот сюда. Ну, до корзины, чтобы её не было видно. Но! Если шкафчики вешать, я хочу сразу два повесить. Я понимаю, что они сейчас по глубине будут 31 сантиметр. Ну, большие. Вот это вот, по-моему, глубина вот этой штуки 26, по-моему. Ну, или 25. Вот я бы и на 25 и сделала. А то бы даже на 22 сделала. Но! Тогда ничего толком туда не поставишь. Кроме вот таких вот. Вот таких вот. Кстати, хорошие мне так понравились. Они недорогие в Леруа Мерлен. Мягкие и моются хорошо. Ну, лёгкие. Вот, хорошие эти штуки. Так что я говорю. Шкафчики сразу же повесить так, как нужно. Вот два шкафчика, чтобы туда уже вот этот вот весь беспорядок убирать. Получается, у меня эта корзина так и будет двигаться. Ну, на видимом месте. И пока оставить. Вот как лежит на этом столе столешница, так и оставить. Лёша сейчас немножко не тем занимается. Я ему сейчас другое задание дам. Потому что есть же ещё одна такая столешница. Есть боковины, в принципе. Короче, можно соорудить второй стол. Потому что вот они сегодня рисуют. Я слышу. Ты у меня не смотри. Нет, ты у меня не смотри. Нет, не срисовывай у меня. Понимаете, да? Они же рядом. То они бывают сюда какую-нибудь ставить перегородку. Ну, тогда 60 сантиметров рабочая поверхность. Маловато для них. Они всё равно. Ну, тесно, тесно. Вот. Хотя бы вот временные столы сделать на какое-то время. Ну, в плане не капитально сделать. А из того, что есть. А потом дальше я вот эту столешницу, получается, буду обрезать. Там, здесь сейчас метра двадцать. Я её до метра хочу. Может, 90 сантиметров. Ой. И... Ну, если два шкафа повесить, они будут 80. И двадцатку я хочу. Либо открытую полочку. Там под... Ну, скорее закрытую. Но это мало. Маленькая дверь будет. Ну, посмотрим. Вот. Вот. Понимаете? Ну, вот это вот. Это наша. Вот это вот. Вот эта коробка из-под духового шкафа. Это одежда, которая должна была висеть здесь. Демонстративно. Они вчера собирались на улицу. Я сказала, что вы никуда не пойдёте. Они оделись и разделись. И вот демонстративно вот сюда вот всё побросали. Ну, сейчас так же демонстративно. Они будут мне вот это всё дело вешать сюда. Вот. Вот это вот надо разобрать. Ну, там часть на самом деле. Вот эта коробка. Там ещё одна коробка. Это моя. Тут что-то кухонное. Вот, девочки, надо... Я... Моя вина здесь, конечно. Им складывать это некуда. Ну, и опять же. Сушилка пока стоит здесь. Да. Её тоже надо убрать. Ну, блин. По сути, что? Виновата мама. То, что нет никакой организации. Правильно? Дети бы складывали. Вот я говорю, вчера они как-то, ну, убрались здесь. Было нормально. Но сегодня-то они уже поиграли. Ой, девочки. Я сейчас уже понимаю, что мне нужно в первую очередь сделать им рабочие места. Потому что вот это вот бардак. Он... Бардак вот на столе. Бардак в комнате. Бардак в голове. И они, когда что-то их спрашиваешь, кроме вещей. Вещи в шкафу лежат. Они там хорошо лежат. Они знают, где что взять. У каждой вещи есть своё место. Здесь вообще... Ну, сами видите, да? И поэтому меня это напрягает. Меня это раздражает. И мне очень совестно, как маме, то, что у меня у детей нет никакой организации. Меня это прямо бесит, вымораживает. Лёша сейчас регулирует фасад. Там фасад на посудомойке. Знаете, как его прикрутили? Снизу. Ну, как бы надо же было отцентровать. И по центру как бы сделать, да? Дверь к посудомойке и на фасад. А там сделали. Как бы снизу по центру, а кверху он перекошен. Как так вообще? Непонятно. И повернули посуду. Короче, девочки. Вот он сейчас её регулирует. Её надо приподнимать. Но я очень хочу, чтобы он собрал шкафчики. А, я сейчас сама могу их собрать. Правильно? Точно. Мне нужно, чтобы он собрал Феди стол. Пойдёмте. Холодильник так и стоит. Он вчера вечером хотел убрать. Потом, когда поужинал уже, говорит, ай, ладно, давай завтра. Я говорю, ну, давай завтра. Ну, я как бы тоже не это. Вот эти два шкафа. И вот эта столешница. Кто-то писал, столешница под цвет пола. Нет, она не под цвет, она просто похожа. Но я не хочу, чтобы она сильно выделялась. Поэтому мы такую и купили. Вот надо будет сейчас как-то ему мягко сказать об этом, чтобы стол собирал. Потому что у него в планах этого сегодня нет. Но зато, знаете, какой порядок был, девочки? Мне этот уголок нравится, девчонки. А, Лёша ручки поставил. Да, потому что надоело мне ногти ломать. Я же пальцами всё это дело открываю. Хотя они два пустых, три пустых. Но ручки поставил. И под мойку, под раковину тоже поставил. Вот снял фасад сейчас. А, ты регулируешь ножки? О, приподнялась, да, слушайте. Класс. Вот я не убрала, между прочим. А ещё здесь у нас такая чайная полочка. Вот что он вчера купил. Они одну вот эту вот съели вечером. Ну, конечно же, ещё бы не сыпала. Блин, если, в принципе, склонность есть к аллергии. Такая чайная полочка. Ладно, а здесь вот такая полочка. Потому что масло моё больше никуда не влезает. Ну, ладно. Фильтр пустой, мука. Лёш, а тебе там ещё долго? Да. Что? Я хочу, чтобы ты собрал филистов. Видишь, что я делаю? Я же не могу бросить. Иначе другое. Ну, нет. Так я спрашиваю, тебе ещё долго? Два человека не могли сделать. Кого? Посудомойку? Да. Ты хочешь, чтобы я всё-таки забил? Ну, у тебя смотри, как быстро всё получается. Ты же у меня умница. Разумница. Ну, ты сегодня соберёшь стол? Ну, хорошо. А тебя записать, парикмахерскую? А я забыла записать? Конечно. Хорошо. Как тяжело-то. Слушайте, у меня ручки такие слабенькие стали, девочки. Сейчас дверь закрою. Раньше таскала всё-всё-всё, что только не приколочено. Ну, сейчас и спина у меня чуть-чуть сразу её срывает. Ай, хочу... Сама, может быть, получится сейчас собрать. Ну, я думаю, что оно получится, просто не хочется долго ковыряться. Записала на 4 часа всех. Всех мужчин своих на стрижку. Так, что я хотела? Федя, можно я за садом пойду? Федя-то себя нормально чувствует. Я говорю, вы меня... А, он говорит, я за себя, говорит, я не буду, говорит, мозги делать. Я говорю, ты один, может быть, не будешь, а вдвоём будешь. Они всё-таки уже два раза, блин, цеплялись. Они вот цепятся, а потом расцепятся очень быстро. А нервы-то помотают. Так. Я задавать их точно не буду. Я ещё только подумаю, если они мне сюда не подойдут, потому что у меня ещё, девочки, у меня в голове всегда много вариантов, но вот чтобы побюджетнее как-то сделать, да, я вот придумала вот это. Но я спросила, можно ли будет сдать без следов сборки. Она говорит, да, только упаковку, ну, запакуйте обратно нормально. Вот поэтому я не хочу, не хочу сильно рвать её. Из-за всех-всех шкафчиков, которые я без ручек открывала, я все ногти себе уже уголки сломала. Блин, что такое? Если даже будет глубина большая и будет позорно это смотреться, мы их обрежем. Ну, разберём. Ещё раз обрежем. Ну и что теперь? Просто, знаете, даже меня больше смущает не со стороны Арсения, а вот со стороны Феди. Когда будешь заходить, будет тяжеловато. Ну, есть вариант у меня, как стол сделать. Ну, хочется вроде, чтобы рабочая поверхность была нормальная, и чтобы уложиться, допустим, в два листа ДСП, чтобы... Потому что если я в три, то остатки останутся, а я за них заплачу. Что мне потом придумывать, куда их девать? Так, ну и что? Где тут шорта? Так. Да. Тоже сейчас в комментарии зашла, спрашивает, сколько стоит нож? Блин, ну я же много раз повторила, сколько стоит нож. Около 500 рублей. Вы его видно? Что здесь задняя стенка? Ну что, задняя стенка беззадь не нужна, потому что это ширина. То есть она ничего. Надо будет просто полочки по глубине обрезать и боковины. Так, боковины, крепления, фурнитура. Я так поняла, короче, что столы, да, что столы, вот которые я столешнице хотела, самые дешевые, вот они прям вот такие. И заламинированы. Ну, как-то я не знаю. Мои дети их быстро убьют. Хотя они достаточно аккуратные, я вам хочу сказать, по сравнению с другими. Ладно, я сейчас попробую собрать по инструкции. Не, я понимаю, что здесь что. Вот это вот боковина, сюда паса открепится. Но я вот и посмотрю инструкцию, чтобы наверняка. Тут нечего собирать посуды. Так, задняя стенка. Боковина одна. А, дно, вверх, полка. А, она несъемная, да, получается? Она инструкционарная. Ну, это в случае чего-то еще одну полочку можно будет дозаказать. Конечно, глубина большая, девочки. Хоть не собирай, я сразу везде пилить. Что делать-то? Лешу позвать спросить. Сейчас Лешу позову, чтобы он приложил эту боковину. И я зайду, ну, посмотрю со входа, как это будет. Да какая разница, как это будет? Разберем, значит, или отпилим? Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тебе над вторым что-то висит. Мама, когда я пойду в школу, ты мне будешь? Да и тебя будет, пока у тебя просто встала. Нет, у нас у меня есть. Только, знаешь, мужика ты не помню, не снизуешь. Кто? Без меня. Что я не сделаю без тебя? Не шестнадцатый, а без меня. В смысле не соберу? Не надо мне помогать. Не надо мне помогать. Не надо мне помогать. Мне лучше не мешать. И чё? Козёл! Эх, кто просто вставил, я никак не закручивала. Понимаешь, и тихонечко закручиваешь, тихонечко. Ага. Тонечко закручиваешь. Я где-то сломаю. я принципа действия не понимаю секунду я не понимаю как ставить я понимаю ну тогда я эти две поставлю Женя так не можем хорошим германом Продолжение следует... 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 это знаете кто кому я вещи должна детские отдать у меня коробка есть насти вот мы с ей разговаривали она тоже вместе мы познакомились на работе работали а она говорит ой оксана как вспомню так вздрогну я говорю нас не согласись ведь школа жизни зато дисциплина коммуникабельность она да да и она когда ушла на раньше ушла гораздо и ее позвали обратно потому что ну потому что все познается в сравнении то есть ее не задержали когда она попросила повысить зарплату не надо вообще не намного потому что всем повышали они нет объем работы у нее был большой и она очень ответственно она прям блин вообще но я тоже очень ответственная но мы разную работу выполняли нас людьми нет она не работала я с людьми работал я продавала она заказы принимала рекламации решала все и она ушла и ее даже не задержали говорю а потом ее позвали обратно на вообще мы все были удивлены что директор сама лично позвонила и позвала но она отказалась потому что все в одну реку дважды не надо вступать в эту организацию все там если уже прибавили зарплату то пахать будут как будто я прибавлю два раза а прибавлю там на пару тысяч вот как-то так ладно что пойду я тогда собирать второй корпус сейчас у лёши спрошу собирать второй или один пока повесим мне слушайте мне нравится что здесь глубина такая нормальная блин я подобрезать бы ее конечно мне нравится но подобрезать бы ее потому что а слушайте сейчас я эту штучку поставлю вот просто я не хотела равняться вот по этой ну да вот так бы сделать скажите девочки вообще не лёша у него со сколами будет на 1 пилу вести чтобы она ровненько вот так вот было не обязательно эти ставят это я просто говорю что глубина поменьше она будет полегче смотреться короче махина такая тяжеловато ниже во первых ниже 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 на сантиметров 60 от столешницы еще пониже даже но это я сейчас смотрю как это вот если заходить да хотя с другой стороны заходить то здесь будет нормально в общем-то нормально а вот то что вот здесь вот у феди на стене такая же только будет висеть это конечно будет тяжело для меня чай а вы что будете обедать тяжело визуально смотреться глубина большая и наверное надо будет все-таки пилить да что скажешь не знаешь ничего не скажешь еще и пилить еще любого заказать не они дешевле это самое дешевое из того же дспс белого не кромить тут все и вот это как раз таки все боковины не закрывали блины а закрыты ну пилить ну 100 рублей за спил максимум ладно я найду так придется со мной сделать в общем девочки позвонила я узнала сколько будет стоить глубину распилить не больше 100 рублей то есть я говорю две боковины дно вверх и полка не больше 100 рублей поэтому ну как бы да двойная работа но я сейчас соберу еще этот корпус не знаю повесить лёша не повесит он сейчас ездил скотч двусторонний покупал ну потому что надо фасад опять приклеивать прежде чем его чего там прикрепить до навесу то он его не прикрепит и кверх ногами тоже на общем надо знаете что я сейчас буду собирать вот этот корпус заднюю стенку я прибила там получается 3 3 ну немного гвоздей туда вбила я сама лично потом его разберу и в общем отвезем распилим то я повесила покрывала наши из нашей комнаты постиралась я как бы все понимаю что это двойная работа и что вот это вот заниматься вот этим нужно заняться не о чем но девочки хочу повесить эти два шкафа здесь и порядок сделать потому что вот это меня прямо ну вымораживает все и чтобы здесь было все нормально пусть это будет месяц до они будут висеть вот с этой глубиной и потом я разберу чем она сейчас вот так вот во первых упаковки будут лежать во вторых вот это так и будет продолжаться а сначала доделаем кухню а потом уже тогда займусь вот этими вот это ну их столами навряд ли сегодня лёша не соберет феди стол главное чтобы хотя бы эти шкафы повесил вот сейчас победы мне нужно будет там с мальчишками время провести и потом мне нужно будет идти стричься поэтому я даже ну вот только корпус соберу чтобы лёша вечером может быть у него будет желание потому что на самом деле с фасадом задолбался сначала пытался чтобы скотч зацепился старый чтобы не тратиться вот он сейчас съездил триста пятнадцать рублей потратил ну просто ну понимаете просто туда просто туда просто и вот как-то так ладно а завтра федя просится остаться дома арсений в садик не пойдет один день посидеть дома скорее всего и федя тоже у арсений кашли практически нет вы мне написали что оксан несколько человек вас писала из вас ну писала да ларингит что-то там еще слушать у него такое уже было ну было короче не просто так у меня запись вот это есть да и он днем не кашляет вот вот вчера вот он сегодняшнюю ночь вообще не кашлял с утра такой ну вы знаете после сна такое такое не конечно не как вчера было вообще а чуть-чуть и у меня же так и было написано что если два-три дня не помогает нож по супрастинам тогда дышать ингалятором и ну там написано чем племикорд или что другое вот я посмотрю завтра потому что он сегодня практически не кашлял вообще вот только с утра вот так вот немножечко чуть-чуть чуть-чуть совсем а так вот они и играют дерутся смеются бывает же такое от этого но там откашливается у него но не лающим завтра в общем сад они скорее всего не пойдут я не готов почему опять вот арсению можно даже иногда когда он не захочет идти в сад а бывало такое а федя все время идет поэтому завтра я не знаю что будет завтра но завтра тогда мы с вами увидимся и еще мне написали тоже комментарии вот сейчас уже причем второй человек или третий про задние стенки в кухне что я их не планировала смысле задние стенки в кухне я не планировала как-то не планировала не планировала только там где пенал там где котел там не планировала а везде я в принципе планировала но где котел и внизу там боковины хотя бы должны быть но задние вот боковинки не боковинки а чтобы не падала и у мойки не планировалась задняя стенка просто тоже Бортик, чтобы не падало А везде задние стенки есть как-то А, и знаете, где нет задней стенки? В бутылочнице Лёша вчера тоже возмущался Я говорю, что ты сейчас мне возмущаешься? Он говорит, ну как так? Так я бы тогда там нормально сделала Почему я должна открывать, выдвигать И вот эту порнографию всю смотреть? Я говорю, ты мне сейчас чего говоришь? Всё это обговаривалось Естественно, по умолчанию везде идут задние стенки Вот кроме котла А в остальных всех шкафах, естественно, есть задние стенки Это как бы, ну блин, это уже вообще И даже где вытяжка, там же гуляют ДВПшки Одна плотно стоит, другая гуляет Так это же задняя стенка Крыши там нет, он её убрал и сказал, что не нужна она там Всё, не хочу я больше Я устала Я устала с этой кухней Но я её буду ещё больше любить Потому что слишком много Внимания, сил вложено будет в неё Поэтому она мне ещё больше будет нравиться Вот, ещё теплее я буду к ней относиться В общем, девочки, всё Тогда я на сегодня завязываю Мне надо ещё одну стирку постирать У меня, кстати, постирано постельное бельё Которое из василька Коричневый, вот миндаль Миндаль жареный В общем, завтра поменяемся Хотя, может, я сегодня поменяю Не знаю, ну или завтра Я просто, знаете, что хотела? Хотела вам показать, как я планировала застелить Но с этим покрывалом Это покрывало, блин, мальчишки вчера Яблоко оставили на нём А яблоко быстро потемнело Жёлтый след остался Я говорю, да ёлки-палки, а Ну, наверное, всё отстиралось С него всё хорошо отстирывается Всё, девочки, спасибо, что были с нами Простите, что вы так всё сумбурно Ну, вот как в голове Вот согласитесь Вот я думаю, что многие со мной согласятся Порядок в доме Порядок в голове Вот у меня дома беспорядок Всё неупорядочено Даже краску не знаю где Буду искать Да я уже не знаю, где её искать А покупать тоже не хочется Понимаете? Ну, прям не хочется Сто там пусть чем-то Около двухсот рублей Но вообще ни разу не хочется Всё, девочки, до завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok